В дни нашего пребывания в Голливуде, в одном из павильонов киностудии Universal, мы увидели то, о чем упомянул Гленн Форд. Снимался эпизод 20-серийного телебоевика «Битвы галактик». Искусство в этом сериале и не ночевало. Однако кассовый успех фантастических похождений человека-компьютеров, вариаций на милитаристские темы в космическом масштабе, побуждает владельцев фирмы накручивать все новые и новые серии, заполнившие экраны американского телевидения. На соседней площадке шла репетиция сцен очередного вестерна. Похождения ковбоев, бесчисленные драки, выстрелы с бедра, погони, похищения и прочие атрибуты этого жанра не меняются уже десятки лет. Отличить один вестерн от другого так же трудно, как булыжник на мостовой. Но поскольку жанр этот числится среди самых доходных и несложных в изготовлении, такие фильмы пекут как блины, исправно поставляя их на потребу невзыскательной публики. Разумеется, было бы упрощением утверждать, что вся голливудская кинопродукция состоит из такого рода поделок. Те же самые коммерческие интересы требуют усилий для сохранения торговой марки. Среди сотен лент ежегодно выбрасываемых на экран две-три более значительные. Появление их сопровождается помпой и рекламной шумихой, частью которой является присуждение высших кинематографических наград, именуемых «Оскарами». Аминь.